Я начну с самого начала. Писатель, художник, философ, теоретик искусства Станислав Игнацкий Виткевич родился в феврале 1885 года в Варшаве, где и провел первые годы жизни. Болезнь легких, которой страдал его отец, знаменитый художник Станислав Виткевич, заставила семью в 90-м переехать на юг Польши, в город Закопане. На слайде картины Виткевича-младшего, созданной в период середины 50-х, начало 20-х, и дальше. Так, переключился слайд? Верно. Ну, в общем, на слайде писатель с отцом. Виткевич-старший был ярым противником системы образования, уничтожающей индивидуальность ребенка, поэтому сам занялся обучением сына. Он организовал частные уроки, проводившиеся чаще всего профессорами университета, создающимися артистами. Также мальчик с детства много путешествовал. Он обладал открытым умом и проявлял разнообразные способности. Он уже лет 8 сам растиражировал серию своих первых драм. Еще его интересовала живопись, фотография, музыка, сущная наука, философия. В 1903 году юноша экстерном сдал экзамен на аттестат зрелости во Львове, ну, то есть ему было где-то лет 15, приобретя множество знакомых художников, поэтов, ученых. И в 12-13 годах молодой Виткевич в одном из писем к своей подруге впервые подписывает видкации. Это он символически освобождался от художественной опеки или пирании художника-отца. И в это же время он выставляет свои работы в Закопании, Варшаве и Крабне. Вскоре Виткатский обручается с девушкой Едвигой Янчевской. Но трудный период помолвки заканчивается трагически. Мы говорили. 21 февраля 2014 года после ссоры беременная Едвига совершает самоубийство. И Виткатский винил в трагедии себя. Он панически боялся иметь детей в мире, будущее которого вызывало лишь худшие мысли. Ну и вот статуи из писем на слайде, думаю, хорошо дают понять, что происходило у него в душе. Вообще пессимизм, он повсюду, творчество Виткатская. Я расскажу об этом. В 1915-м Виткатский отправляется на фронт. Летом 16-го получает серьезные ранения, на фронт он возвращается. Оставшись в России, он становится свидетелем революции. В июне 18-го Виткатский возвращается в Закопание. Опыт большевизма в России и вскоре зародившийся в Германии нацизм, утвердили Станислава Игнация в крайне пессимистическом взгляде на будущее. И в своих произведениях он часто описывает кошмар послушной толпы, ведомой гибели и ловкими демагогами. Например, в 1921 году появляется его пьеса «Дюбал Вахазар» или «На перевалах абсурда», погружающая рецепент в атмосферу бессмысленности и безусходности. Это история падения безумного, но харизматичного диктатора и сумасброда, которого зовут «Дюбал Вахазар», на смену которому приходит другой кровожадный безумец. При обоих тиранах народ ведет себя покорно, сетуя, сходя с ума от страха, но не решаясь покончить с дубительным велитарным строем. Массовые аресты, пытки, расстрелы, повешения, без суда – все это народ терпит. И одна единственная попытка бунта длится, есть минуты полторы или меньше, и заканчивается испугом и раскаянием толпы и торжеством Вахазара. Еще в своем романе «622. Падение бунга» или «Демоническая женщина» в Виткатте писал, чтобы властвовать над людьми, нужно воздействовать на их низменные инстинкты. Кажется, Вахазару это удавалось прекрасно. Над кем он не умел властвовать, так это над собой. В итоге, если Вахазара свергает не народ, а новый тиран, ну и почему свергнувший Дюбала Вахазара отец Гвинти и становится таким же тираном и сумасбродом, нам объясняет еще эпиграф драмы «Призречение Ницше» о том, что власть оболванивает. Вахазар начинает нам со временем казаться лишь одиноким, непонятым и обиженным человеком, попробовавшим превратить свое одиночество в силу. К нему положено обращаться ваше единство. И вот тут на слайде в углу с неизменно брыжущей из рта пеной. До самого финала мы надеемся, что Вахазар одумается, изменится, и народ в его государстве заживет по-новому. Диткация создает своего рода ментора для Вахазара, десятилетнюю полуеродию и сновидящую свинтузию, которая верит в возможность преображения Вахазара, и, как делала Вирджиния в кентервильском привидении, отважно ведет запутавшегося несчастного к свету. Но это не сказка, это перевалы абсурда. Едва его единственность, Дебал Вахазар, приближает свинтузию к себе, начинает слушать ее советы, и к ней тоже начинает обращаться ваша единственность. То есть в государстве теперь две единственности. Едва он начинает меняться, новый тиран отвергает его. Вахазара убивают, чуть не убивают свинтузию. Синтузия вот тут на слайде. Народ смиряется со всем. Тот тиран так тот, этот так этот. Народ только ждет избавителя, как будто оно должно прийти извне. Народ ждет, ждет, и, по сути, сам виноват к своему счастью. И, как говорит одна полоумная дама в начале первого действия, в преисподней это один огромный зал ожидания. И разочарование Кельча в обществе прекрасно читается в каждой строчке. Вот прочитайте результату на слайде, ну или я ее прочитаю. А ведь мы живем в страшную эпоху, в которой еще не знала история человечества, так конструирована некими идеями, что современный человек не знает себя во лжи, во лжи рождается, живет и умирает, и не ведает глубины своего падения. Это цитата из новых форм живописи, но я привожу ее именно в связи с идеей Вахазара. Потому что в третьем действии, например, после очередного массового ареста, арестанты за стенки начинают откровенничать. И что же, не ведая своего падения, палач говорит, я был всего лишь скромным палачом, я пытал, когда мне приказывать. А то, что наш правитель любил, чтобы этим занимался именно я, не мое дело. Или ученый, который ставил опыты на людях, он, ну, забучил многих, он говорит, я был скромным ученым, у меня были свои чисто теоретические цели, я жил только ради того, чтобы завершить начатую работу. В общем, они такие невинные, они даже не понимают ничего. И, ну, я напоминаю, это 1921 год. И на самом деле для Виткевича, как я понимаю, искусство было своего рода терапией. Возвращаясь к новым формам живописи, хочу обратить ваше внимание на эти цитаты, а не об одиночестве и непонимании. Ну, забавно, ну, вот, забавно, что в каком-то смысле именно живопись становится для него упомянутой одуряющей механической работой, потому что в 1925 году Виткевич учреждает портретную компанию С.И. Виткевич, которая становится его главным источником дохода. Я читала, что за 10 небольших лет он написал более нескольких тысяч портретов. И в 1938 году Виткевич начал драму под названием «Так называемое человечество в помешательстве», в которой присутствовал призрак наступающей катастрофы Второй мировой войны. Драма не сохранилась, и мы не знаем даже, была ли закончена. Но Виткевич ощущал близость этой катастрофы, поэтому постоянно был глубок в депрессии. Начало войны застал его в Варшаве, где он пытался попасть в армию. Однако не был принят из-за своего возраста, и состояние здоровья ему было за 50. Ну вот, это он говорит о событиях, которые пережил. И что самое ужасное, это на самом деле штука. В одном из писем за март 1939 Виткевич писал «Мировая катастрофа подближается все ближе и ближе. Сомнительным кажется, что после нее мы сможем жить нормально». Ну, как мы знаем из курса лекции, Виткевич покончил с собой вскоре после нападения фашистской Германии на Польшу в 1939-м. Это задумывалось как двойное самоубийство. Одновременно из жизни должны были уйти 54-летний Виткевич и его возлюбленная Тщеслава Акинская. Они ушли в лес, удобно сели под дубом. Тщеслава выпила яд, Виткевич выпил повышающее давление эфедрин. И после того, как возлюбленная уснула, вскрыл вены и порезал сонную артерию. В общем, действовал наверняка. И потом их нашли, и Тщеславу смогли откачать. Она долго приходила в себя, пропустила пухо на Виткевич. Для Виткевича это действительно был последний день. И, ну, наверное, это все, что я хотела сказать. Большое спасибо, Наташа. Очень интересный рассказ. И мне, например, знаете, что вспомнилось? Что в 20 веке в польской литературе, в чешской литературе так много появляется писателей-провидцев. У поляков, помните, и Станислав Лемм многое предсказал. В чешской литературе Чапик, конечно. И вот Виткаться в этом же ряду таких провидцев трагедии 20 века. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. А можно вопрос, да, к Натаче? Слышно меня? Ага, да, Наташа, спасибо вам особое отдельное за Виткаться. Действительно, это межвоенное поколение в Польше целую плеяду дает каких-то невероятно интересных людей. Да, и Гамбрович, и Шульц. Вот такая триада, по-моему, вообще-то замечательная. И каждый по-своему, да, как-то тяготеет вот к этой эстетике абсурда. Да, у Гамбровича совершенно другая история. Вот как вам кажется, у Виткация вот этот абсурд, вот он какого рода, он на чем основа? Вот, может быть, даже почему он вас привлек? Да, потому что абсурд – это всегда очень серьезная заявка в поэтике, да, писателя. Вот он с чем соотносится? С социальными какими-то предвидениями, катастрофами? С какими-то его личными, может быть, с какими-то метафизическими вещами? Или, может быть, это что-то еще? Да, вот как вам кажется, вот если его характер абсурда охарактеризовать? Ну, на самом деле, наверное, Первая мировая война так все стресла, и люди стали заниматься какой-то переоценкой ценностей, и действительно умным людям, чувствующим людям могло показаться, что все, что происходит, это какой-то бред, какой-то тон, какой-то абсурд. И когда Виткатри пишет свои пьесы, он именно об этом и говорит. Он пишет о жизни, но по сути это театр абсурда, но сама жизнь театр абсурда. То есть весь мир театра, но театр абсурда. И с одной стороны, у него там реализм, он детально описывает всех людей, все места, там ничего не летает в воздухе, там все объяснимо, но люди действуют странно, но они так и действовали. И, в общем, на самом деле, он, наверное, не выбирал абсурд. Это он просто посмотрел вокруг и увидел. И я, на самом деле, не знаю, какой-то сложный вопрос задали. Поэтика абсурда, она сложится чуть-чуть позже. А 1930-е годы, это все-таки такой экспрессионизм, вот это ощущение ужаса, который потом уже будет из него вытекать, эта поэтика абсурда. Это такие одни из первопроходцев. Да, конечно, речь не о поэтике, а именно о приемах, вот откуда что растет. У того же Гомбровича будет вот это разрушение социальных норм, вот это для него будет главное, у человека взломать вот эти социальные рамки, пусть даже это будет смешно, и как-то там у Толи Николаевны сказала, и там Чапик, другая история с саламандрами. А вот здесь вот о чем идет речь? Нет, вы совершенно верно сказали, Наташа, вы начали говорить о том, что он отталкивается от реализма, от реалистического воссоздания, а потом как бы смещает, несколько смещает вот какие-то, некое небольшое смещение реальности внутри реализма. Да, это тоже ход, это, так сказать, то, что потом свои плоды даст. Так что то, что просто, то, что вы нам рассказали и показали, фотографии замечательные, да, отдельный тоже вид искусства и отдельная сфера деятельности, видкация, где он себя явил абсурдистом, тем еще это тоже замечательно. Так что спасибо вам большое за этого человека, то, что он у нас прозвучал, и за ваш доклад. Спасибо. Ну, если мне еще можно сказать, я вот как-то опустила этот момент, у него встречается много каких-то символов, аллегорий, и, например, вот в этой Баххазаре, просто бежать его в память, там в какой-то момент убивают литератора, и, ну, как бы слышится, выстрел там за сцены, и Баххазар такой, вот здорово, убей литератора, не люблю это все. Но на самом деле, мне кажется, это означало о том, что литература в этот момент оказалась сильной, то есть люди, которые хотели что-то написать, их перестали слушать, и, ну, вот какие-то такие вот вещи, то есть, может быть, он прибегал к этому просто, ну, потому что не мог сказать, чего-то не приморить. И это тоже, безусловно. Спасибо. Спасибо большое. Интересно очень. Спасибо, Наталья. Ну, мне кажется, да, такой тоже интересный разговор по поводу экспрессионизма, особенно после Первой мировой войны и вообще, да, вот это определенное выпадение из реалистического искусства, которое произошло в Европе. Спасибо. И мы продолжаем. Спасибо. Спасибо.